итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас вторник 6 декабря давайте посмотрим на графики евро фунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что европейская валюта хоть и предприняла вчера попытку дальнейшего роста были обновлены азиатские максимумы но затем выше у нас довольно слабые данные по активности в секторе услуг по композитному индексу в странах еврозоны и в целом по его зоне он сократился и видим что постепенно давление на евро начала возвращаться что привело уже затем более мощной распродажи покупки американского доллара так как индекс деловой активности в секторе услуг от sm сша превзошел прогнозы экономистов вопреки ожиданиям его снижения скачок произошел до 56 5 пункта это все указывает на дальнейший рост активности даже несмотря на то что федеральная резервная система повышает процентные ставки таким образом мы имеем сильный сектор услуг сильный рынок труда который продолжает создавать новые рабочие места и все это говорит о том что федеральной резервной системе в случае желания не надо торопиться с смягчением политики и по всей видимости процентные ставки продолжат получаться в следующем году что позволит более активно и более успешно бороться с инфляцией аналогичная ситуация у нас была в британском фунте там данные по pmi уже разочаровали в первой половине дня и видим что падение фунта продолжилось в ходе американской сессии теперь прежде чем поговорить технической картине давайте взглянем в экономический календарь а сегодня отчеты по объему производственных заказов германии индекс деловой активности в строительном секторе аналогичный индекс деловой активности по великобритании не будьте сильные данные сильно влиять на рынок поэтому просто как статистику на них мы посмотрим выступают нас член наблюдательного совета европейского центрального банка ну и во второй половине дня сайта торгового баланса объем экспорта импорта вряд ли так также это как-то повлияет сильно на нынешнее направление поэтому не исключено что коррекция в паре евро доллар британский фут доллар продолжится но учитывая как сильно мы скорректировались пока восходящие перспективы сохраняются в том и другом инструментах и по-видимому если быкам удастся себя проявить сегодня в первой половине дня торговля переместиться в боковой канал с последующей перспективы выстраивания нового нарывка вверх теперь давайте поговорим о технической картине часовой график у нас евро доллара видим есть у нас но четыре шестьдесят девять есть но 432 31 от этих уровней предлагаю отталкиваться покупки наложеного пробоя буду смотреть на 469 и буду ждать возврата под контроль быками сопротивление 05 14 прорыв с тестом сверху листого диапазона закрепением возвратом выше средних скользящих все это приведет к рывку дальше на 552 и возврат 05 91 здесь продажи сразу наскок продавать 0552 и от 05 14 буду только при формировании ложного пробоя так как все-таки мы торгуем против тренда и торопиться не стоит если у нас активности покупатель 0469 нету падаем мы сюда скакиваем там примерно на пунктов 15-20 и возвращаемся ко второй половине дня назад к этому диапазону то по всей видимости будет его пробой и можно ожидать более крупную коррекцию к 04 31 закрепление ниже но 469 обновление снизу верх этого диапазона сигнал на продажу 04 31 и более дальнюю область 03 95 где посмотрю покупки сразу наскок с той же коррекции 25 30 пунктов внутренние что касается британского фунта здесь в принципе ситуация аналогичная думаю да быки попытаются вернуть 2205 сегодня в начале европейской сессии закрепление вышитого диапазона т сверху вниз может дать сигнал на покупку с рывком к 22 69 но здесь буду ждать более активных действий со стороны продавцов поэтому буду продавать наложенным пробой от этого уровня либо на отскок от 23 40 с той же коррекции 40 45 пунктов внутри дня если ничего выше 2205 нету неудачное закрепление выше этого диапазона возврат под этот уровень очередной то в таком случае посмотрю продажи с выходом на 2138 самая дальняя цель будет 2075 здесь посмотрю покупки на отскок с коррекции 35 40 пунктов но покупки 2138 буду делать только при формировании опять же ложного пробоя так как это позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего ценового канала который у нас наблюдать еще от грубо говоря 3 ноября этого года всем